ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, естественно, играю без VR, потому что у меня и так всё лагает, как видите, а не потому что у меня его нет. Ну, тут нужно аккуратнее быть, потому что я уже говорил, с виртуальной реальностью, вот ты в таком хорроре окажешься, и тебя отсюда уходить не захочется. Посмотрите, какая картинка прекрасная. Пресс-Ф взять, бросить, бросить. Вау, и правда бросает, смотрите. Вы где вообще такое видели, чтобы светильник можно было брать, переносить и бросать на землю? Не вспоминайте никакую амнезию 2010 года, это первая игра, где есть такие возможности, поняли? Самый страшный, а главное, правдоподобный хоррор. Прошу слушать сюда очень внимательно, я, в общем, нашёл сейчас ключ, и я знаю, что с ним надо делать. Да, я сам решил этот пазл, эту очень сложную головоломку, не удивляйтесь. Да, именно я, именно сам даже не смотрел гайды. Я понимаю, что в это сложно поверить, но я справился. Именно вот за это мне ставят лайки на ютубе, потому что люди заходят, смотрят видео. Вау, этот парень реально гений, как он щёлкает эти задачки в хоррорах, одни за другими просто. Да, мне не сложно, ради вас. Тем более, что если мне напишут, вульф тупой, я сразу такой коммент забаню. Спуститесь в комментарии, посмотрите, вы там видите хотя бы один комментарий с хейтом? Нет, я со всеми разобрался, всех в гулаг, так я решил. Хули вы ржёте, тупые куклы, а серьёзный вообще-то человек? Бабочка полетела, я тоже так хочу? Ну-ка, куклы, подсадите-ка меня. А, ну, я за уровень выпал, если чё? Вот это комната, в которой игра начинается. Не, на самом деле, это редкость, вывалиться за уровень, у меня даже видосы есть. Выпал за уровень, а так и надо, вот в двух частях. Походу, на ваших глазах уже третья часть только что появилась. Потому что всё-таки разработчики, они стараются заделывать подобные дырки, чтобы тут не лазили особо прошаренные. Как же красиво луна, вы только посмотрите. А вы в курсе, кстати, что я теперь назад-то не смогу вернуться? Я не знаю, как мне залезть назад. У меня персонаж, блядь, как ребёнок с яслей, его положили спать. Он, сука, перелез через борт кроватки, уебался об пол, заплакал и думает, господи, за что, почему так несправедлив мир? А действительно. Чё это разработчик так халатно делал свою игру? Он чё, не мог подумать, что я буду прыгать, блядь, со стойки с куклами за пределы карты? Алло, так все вообще-то делают, это нужно в голове всегда учитывать. Как там говорится, разработчик предполагает, вульф располагает, но только на самом деле с носом в любом случае остался я, потому что мне ж придётся заново сейчас начинать. Или вы думаете, тут сохранение есть? Ага, может и настройки графики тут есть? Умный вульф один, тупой разработчик ноль. Ладно, умник, один-один. Так, бабочка улетает, я на сей раз буду аккуратнее, потому что я не хочу это опять всё переигрывать с нуля. Знаете, какие мысли у меня эта игра была за... Ну, почти угадали, но, конечно, я не настолько пессимистично, ладно. Сбежать тоже не варик. Если я сейчас видос остановлю и залью на ютуб, такое мне скажут. Чё так мало? Вульф, где видосы, обленился, отписка, дизлайк, отписываемся от него, пацаны. Он нас, он нас не уважает. Не хочет записывать 10 серий по SCP. Смотрите-ка, он не хочет играть в то говно, которое мы хотим, отписка. А чё так по ушам-то ебашит? Я же прошёл страшный момент. Опа, я ещё один китайский фонарь спизданул. Как тебе такое, инспектор-скелет, а? Как у него, кстати, получается кочевать из хоррора в хоррор? Куда не зайдёшь, везде, бля, инспектор-скелет. Терен император какой-то с трубкой, нахуй. Чё расселся, чё сидим, кого ждём, вейпим тут, я смотрю. У нас тут вообще-то дело надо сложное распутать. Выпадение за уровень, возможно, криминал. А он отдыхает, расслабляется, нихуя не делает. Чё ты дыш... А, так вот чё дышит, это... Это монстр. Он, видимо, должен был меня поймать, а я спрятался случайно. За инспектором-скелетом. И как мне его теперь победить, сенсей? Инспектор-скелет, я был неправ, я поражаюсь вашей смиренностью. У вас тут, блядь, голые уроды какие-то бегают, а вам похуй. Ну, неудивительно, у него ж глаз-то нет. Вот так чё мне делать? Я не хочу туда идти, я... Я слаб духом, я боюсь скримеров. Пожалуйста, сенсей, защитите меня, сделайте скрипт, чтобы он ушёл отсюда, нахуй. Или дайте мне хотя бы совет. Как его победить? Чё? Украдите маску и опозорьте его. Чего? Я, конечно, в гробу видал ваши ебучие ребусы, сенсей, но я попробую. Я попробую это сделать. Потому что у меня нет другого выбора. Ну чё, самурайский поединок, падла? Да, это было не очень сложно, но в любом случае, спасибо, о, сенсей! Великий инспектор скелет, ваш неотразимый образ, неотразимый образ благодати всегда будет освещать мой чёрный, ничтожный жизненный путь. Позвольте дать вам закурить. Это честь для меня. О, великий наставник! Знаете, встав на путь просветления, который мне показал сенсей-скелет, я стал мудрее. Мне стало настолько легко. Я буквально пушинка. Я могу парить просто тут. И подо мной по-прежнему ломаются доски. Как же смешно! Слава богу, этого никто не видел, потому что монстры-то тупые. Они в неведении по-прежнему спят. А я просветлённый. Блядь, я чё опять застрял? Я застрял. Шутки шутками, а я тут перевёрнутый мир тем временем нашёл в этой, блядь, проклятой сраной яме. Я, конечно, начинаю понимать, слушайте, это не баги. Это пасхалки. Послание от разработчика, который вложил в свою игру такие тайны, которые, ну, может разгадать только гений, и который наябывается вот в эту вот яму и оказывается в абсолютно новом месте. Что-то, мне кажется, я опять заблудился во тьме. О, глиняный красный человечек, покажи же мне путь. Не, ну не хочу умничать, но, по-моему, тут у игры на все вопросы один и тот же ответ. Как избавиться от мучений в этом хорроре, но, знаете, по-моему, для моих подписчиков это не будет оправданием. И даже если мне голову палкой пробьют, они всё равно будут писать, чувак, где видео. Мы ждём уже три часа, ты чё, охуел? Где твои шуточки? Ты чё нас заставляешь ждать? Хотя я чем больше играю вот в это, честно скажу, тем меньше мне хочется шутить. Вот какая-то правда очень, знаете... Гнетущая атмосфера. Чё, испугались? Да, вот, знаете, я тоже напуган. Всё, кончаем веселиться. Е-е-е, рок-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бля, всё-всё, собрались, напряглись, сконцентрировались. Я уверен, что сейчас будет скример, сейчас будет страшно. Не переживайте, я с вами, ну я прям вот хочу скример. Давайте, смотрите. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Блядь, меня ведро украло, чё? Меня, короче, за хуёвые шутки выгнали в лес, блядь, из Слендермена. Тут как бы такая ступень деградации. Если раньше мы были на уровне 2000, там, хотя бы 13-го года, то это уже, походу, 2011-й. Сейчас нужно будет записочки с деревьев собирать. Так, погодите-ка. Там чё, на мосту кто-то? Стоит? О, может он нас убьёт? Эй, маньяк, я здесь! Так, стоп. А почему всё резко потемнело? Я хочу назад, солнышко! Пожалуйста! Дайте свет, я ж не на болоте родился, я не могу без солнца, мне плохо. Дайте свет, суки! Куда вы? Кто заорал? Почему заорал? Что это за яйцо, блядь? Я помню, покемон был какой-то в виде яйца. А, покемон, это же китайская мифология, правильно? Правильно! Ну и как такой знаток истории, вроде меня, мог попасться в такую глупую ловушку? Подходишь, блядь, к воронам, они разлетаются, тебя ловят уебанский монстр, которого ты сорвал маску ранее, но при этом она у него снова появляется. Затем ты оказываешься в комнате, я не знаю, спилы, из которой нельзя выбраться, и сейчас меня заставят проходить какие-то ловушки. Блядь, надо поменьше говорить, а то разработчику кто-нибудь перевод отправит. Он сиквел заебашит с таким сюжетом. Все, больше ни слова. Ну и напоследок, древняя азиатская мудрость, которую я недавно прочитал на одном сайте. В общем, смотрите, китайские хорроры, они ничем не хуже американских, или там, скажем, российских. Какая разница, вот кто сделал игру, Синь Ляопинь, Джон или Ваня? Ведь если вскрыть гроб и одного, и другого, и третьего, то мы там обнаружим матерей-разработчиков. Все правильно. Спасибо вам большое за просмотр, увидимся в следующих видео, и счастья вам! Дверцу, если что, не плотно закрыл, может кому надо? Субтитры сделал DimaTorzok